Здравствуйте, дорогие дорогие. Вы знаете, сегодня я хотел другое рассказать, но поменял тему. Все-таки все так переживают. Воины всякие. Сейчас нападет на Израиль, там очередной враг сказал. Вы знаете, все это Тора нам все объясняла. Вопрос не в врагах. Враги это все внешнее. Вот смотрите. Тот-то обрушил на египетян 10 казней, утопил их в море Суф. Не обладал бы каких-то кнаанийцев. Конечно, да. Но тем не менее, люди боялись, когда пришли к земле Израиля, боялись народа, который был и так далее. И Машера Бейна говорил с людьми поколения знания, то есть это люди высочайшего уровня, не мы, и его слова не подействовали. Они все равно плакали понапрасну в пустыне. Вынесен был приговор, что они умрут там и так далее. День был установлен как день плаща на все поколения. Вы не обратили внимания, с чем связано вот наша самая огромная скорбь на все поколения. Дальше произошло то-то 9-го ава, то-то. Но суть-то началась с чего? С паники. Паники и неверы в царя царей. Есть такая история из пророков очень интересная. Царь Рама устраивает засады царю Израиля. Но тот, считай, их обходил полностью. И царь Рама говорит, что есть шпион, который выдает им все наши тайны. Надо проверять, вот кто тут у нас продался. И напоминает Ирам сегодняшний. Они ответили, царю Израиля не нужны шпионы, с ними пророк Ильиш. Он узнает твои секреты. При помощи своего пророчества. Когда царь посылает людей и говорит, что Ильиша находится в Датане. Отправляет туда армию. Взять в плен Ильишу. Утром слуга Ильиша выходит из дома. И что видит эта слуга? Кромная толпа воинов окружили дом. Он врывается, кричит Ильиша, что делать, что делать? Повторяю, это книгу пророков я вам рассказываю. И отвечает ему Ильиша, ты не страшись, потому что нас больше, чем их. И попросил Всевышнего, чтобы он раскрыл глаза. И его юноша увидел огромную армию ангела, которая окружала дом Ильишу и защищала их. После этого Ильиша попросил Всевышнего, порази их, пожалуйста, слепотой. И все эти воины ослепли их, взяли в плен Ильиша и передал руки царя Израиля. Вот такая история. Возникает вопрос. Если они спаслись благодаря тому, что Всевышний поразил ирамейцев, поразил слепотой, зачем им нужно было вызывать армию ангелов и давать юноше их увидеть? Сразу бы сказал и так далее. Ведь в конечном итоге они ничем не помогли спасению Ильишу. Как вы сами думаете? И вот интересный ответ дают наши мудрецы. Юноша испугался. А страх это очень заразная болезнь. Если бы он заразил Ильишу и там всех еще людей, которые были страхом, то был бы приступ слабости, отчаяния. А, кстати, пророчество написано, человек мог только в радости. Поэтому первым делом нужно было, что успокоить юношу. Он действительно успокоился, когда увидел, что его учитель, и он сам, в общем-то, окружен огромным количеством альонов. И когда он успокоился, Ильиша настроился на то, чтобы попросить Всевышнего поразить ирамейскую армию штепотой. Подводим теперь итоги того, что нам рассказал Тором. Нет безвыходных ситуаций. Есть, и только мы не впадаем в отчаяние, печаль. С любой ситуацией нужно выйти, потому что у мира есть хозяин. И вот с кем этот хозяин, тот и победитель. Однако, если человек в страхе и в панике, он пропал. Страх – это очень заразная болезнь. В Торе ясно сказано, тот, кто боязлив и малодушен, пусть идет и возвратится домой, чтобы не заразил своих собратьев трудность. То есть, один-единственный человек, испуганный, может заразить паникой целую армию. Учат наши мудрецы. Тот, кто идет по местам, где водятся хищники и разбойники. Пусть молится короткую молитву. Какую молитву? Он там говорит, там, рабе Лейзера нам рассказывал. Выполни мою волю на небесах и дай душевный покой и удовлетворение боящимся тебе. Дай нам спокойствие, чтобы не впадать в панику. Вот в сути, что написано, что идет человек в тяжелейших условиях. И молится, дай мне спокойствие. Дай мне спокойствие. Потому что, еще раз говорю, Раша объяснил. Если человек не впадает в панику, то у него все в порядке. Тогда ему слышит небо. Когда он в панике, когда он в расстройстве, когда он весь издерган, небо тоже его не слышит. Получается, что, вот, обратите внимание, для чего нам эту молитву рассказали. Молятся в тяжелейших условиях не о спасении от хищников и разбойников, а о спасении от страха и паники. Потому что вот это и самое главное. Тора, она знает все. Брахавы от слаха, все будет хорошо. И как нам угрожали тысячу лет назад, и погибли все наши враги. Так будет и сегодня. Брахавы от слаха.